Дорогие друзья, мы продолжаем и я рада вам представить гостей, которые уже есть в нашей студии. Не просто так мы вселись на диван. У нас в гостях Андрей Банит и Алексей Кричков, организатор весельного воркшопа в Миколаеве. Витаем вас. Витаем вас, друзья. Дякую, что вас завитали. Итак, воркшоп. Достаточно новое направление в Миколаеве, скажем так, обучающее мероприятие. Как родилась вообще идея проведения такого вот мероприятия, такого формата? Ну, идея родилась как бы не у нас. Это ребята в Харькове, мои знакомые были участниками такого же мероприятия в Харькове. Мы посмотрели и, собственно, больше упоминаний о таком мероприятии вообще по всей стране не нашли. Может, они и были, но мы не нашли, скажем так. И решили провести в Николаеве. В Николаеве такого точно еще не было. Мы решили быть первыми. Ну, я хочу сказать, что в поиске воркшоп «Украина» вы точно первые в новостях, в выводе. Поэтому все хорошо. Ребята, я хочу сказать, что многие телезрители, которые сейчас нас смотрят, некоторые не понимают, что такое воркшоп. Объясните. Обучающее мероприятие, я же говорю. Обучающее мероприятие. Ребята, я думаю, что лучше поймут из сюжета, да? Поэтому, а потому что наши журналисты были, Катя Жулина ездила на это мероприятие, снимала, нас снимала. Мы намонтировали, уже готовы вам показать сюжет, отчет, скажем так, с этого мероприятия. Поэтому вам предлагаю посмотреть и нашим телезрителям. Смотрим. Перший весельный воркшоп в Миколаеве відбувся 20 грудня. Учасниками могли стати всі молодята, які прагнують оригинальности в своєму святі. Представники весельної индустрии нашого міста объединялися, щоб відповісти на ключові питання, повязані з організацією та подготовкой весель. Прошу для невест – это, в первую очередь, помощь самим невестам, как правильно организовать свадьбу. У нас такой концепт самого мероприятия. Как сделать дешево, современно и что можно выключить с самого мероприятия, которым будет напрягать свадьбу, из-за которой невеста женихом будут нервничать, они не почувствуют этот день как праздник. Конечно, много чего сейчас можно почерпнуть из интернета, но там столько информации, в которой просто можно заблудиться. Все видят, но не все понимают, как это все в жизнь воплотить. Мы делимся сегодня больше не тем, как правильно это сделать, то есть как не потратить лишнего и при этом сделать красиво. То есть будем в основном делиться своими наблюдениями, своим опытом, где стоит что-то сделать так, а где этого не стоит делать вообще. Рекомендации зацикавленным учасникам подавалися с урахованием сучасных весельных тенденций. Как правильно выбирать концепцию веселья, чему не варто бояться нестандартных решений, новый взгляд на весельную фотографию, специфика сучасного весельного декору, новые тенденции весельного макияжа и зачистки. Девочки спрашивали в основном, как это сделать своими силами, возможно ли это заказать у нас, чтобы мы им сделали, и где это все брать. Это и можно ли осуществить свои мечты, например, где-то в каких-то местах, где не подразумевается здание или еще какое-то. Например, очень многие хотят на пирсе, на природе. Это все реально. Все реально и, в принципе, нет ничего невозможного. Главное, чтобы вы были счастливы именно в этот день. Питаний, как всегда, возникает немало. Серед зацикавленных молодых мы встретили не только нареченных, но и дружек. Вообще много идей для себя подчеркнула и записала даже, потому что, когда мы садились вообще обсуждать концепцию свадьбы, у нас такой был ступор, потому что вот стандарт ЗАГС, там роспись, а вот допустим, что детки выходят перед невестой. Я это знала, я это видела в фильмах, но как-то вот мы даже об этом не думали. А здесь вот думаю, да, действительно, это можно сделать, это будет интересно, я так себе записала. Следуйте за новыми тенденциями, чтобы ваше веселье было найкрашим, та не таким, как у всех. Ну что ж, друзья, продолжаем разговор. Итак, я думаю, что все уже понимают, что это за мероприятие, Инна в том числе. Инна тоже поняла. Итак, ребята, как бы отбор тех представителей, скажем так, сферы услуг, как происходил, кого вы отбирали, потому что заявлено было, что это лучшие специалисты. Ну, в первую очередь мы не брали незнакомых людей, мы брали специалистов, которые мы уже раньше с ними работали. Некоторые это наши друзья. Вы можете дать рекомендации лично, скажем так. Конечно, да. Это была Светлана Бергера, она стилист. Она шьет, мне кажется, очень крутые платья свадебные, которые в Николаеве только приходят. Этот стиль, эта мода, это европейский стиль. У нас в Николаеве сейчас такого мало, но специалисты мы его пригласили. По визажу у нас была Ирина Кладаева. Клада у нас нещедавно заходила, ну, близько 10-ти километров. Заходила на эфир. Заходила. Да, она тоже специалист, я знаю, у нее свой салон, поэтому ее пригласили. Мы с ней давно сотрудничаем. Также про декор и стиль свадьбы нам рассказывала Галина Банит по совместничеству. Это моя жена. Ну, как бы, и мы знали, кого предлагали. Такая команда получилась. Смотрите, да, то есть команда хорошая, специалистов. Как можно было зарегистрироваться и будет ли продолжение этого проекта? Зарегистрироваться можно было через паблик ВКонтакте. И любой желающий мог прийти. Да, любой желающий, но у нас была пометочка, что количество мест ограничено, потому что студия больше 20 человек, увы, не вмещала. И поэтому у нас была пометочка, кто первый отписался, что желает и точно придет, того мы и... Вот я сейчас, наверное, как и половина наших телезрителей, очень заинтересовалась. Хотелось бы тоже побывать на таком мероприятии. Планируется ли продолжение? Конечно, мы планируем продолжение. И мне кажется, следующий воркшоп будет намного интересней, практичней. Мы готовим достаточно такую плотную программу. Это будет практика, это на живую люди увидят, как это все можно делать своими руками, где можно сэкономить. Мы будем уже больше углубляться в финансовую часть. Мне кажется, стоит приходить. То есть создаете конкуренцию организаторам мероприятий, чтобы люди сами организовывали. Да, да, да. Ну, не совсем. Ну, конечно же, в любом случае. Но еще вот момент такой. То есть было представлено вот такие сейчас направления, о них мы говорили в сюжете. Расширять как-то базу направлений. Собирайтесь еще? Может, что-то новое появится? Кроме свадебной стилистики? Да, да, да. Ну, мы показали самые популярные, самые распространенные стили, которые, в принципе, декором обладают практически все компании, которые занимаются декором. Их направлений, на самом деле, очень много. И там у каждого есть подразделы. Допустим, взять тот же Рустик, есть Эко-Рустик, еще там какой-то Рустик. Это слишком много информации, и, ну, она не прямо настолько важна. Нам кажется, лучше разобрать какой-то определенный стиль более подробно, чем вдаваться в какие-то ученики. А кроме тематики свадьбы, еще какие-то обучающие физиальные возможности? Мероприятия будут, не будут. Будут для фотографов у нас обучающие. И перефотик будешь учиться. Да, поэтому, ну, как бы мы не хотим сейчас много планов рассказывать, потому что... Это небольшой сюрприз. Да, это небольшой сюрприз. Как бы конкуренты все равно смотрят, и могут быстрее сделать. Смотрите, вот как скоро можем ждать уже второй воркшоп? Есть уже хотя бы идеи? Потому что такие, как Инна, например, уже хотели бы записаться. Уже сидят и планируют. Да, уже свадьба скоро, да. Ну, практически. Мы надеемся в начале весны, чтобы это было сделать практически, нужно нам... Свадьбы больше по теплому времени проводят, поэтому хотелось бы сделать. То есть, каждому сезону, я так думаю, что будет, да, свой воркшоп, то есть, к зимней свадьбе подготовка, к весенней, к осенней, летней. Ну, хотелось бы, но как оно получится, будем уже смотреть, будем стараться. Хотя, по отзывам смотреть девочкам понравилось, они уже спрашивают, когда будет следующий. Поэтому это нас вдохновляет, и мы стараемся делать и делать. Я смотрел уже и фотоотчет, как бы, и довольных участниц. Буквально несколько слов нашим телезрителям, будущим невестам, женихам, несколько советов, вот, сконденсировано в несколько словах. Ну, часто нам невесты и женихи, молодые, да, они нам присылают, к примеру, картинки, какую хотят видеть свадьбу. Ну, в итоге они это не делают, и, мне кажется, они расстраиваются. Мы хотели пожелать, чтобы молодые, они не боялись, экспериментировали, потому что это ихний день, это не мамин день, не бабушкин, чтобы не делали все по такому. Чем это стали, да? Да, да, да. Чтобы не боялись, не волновались и экспериментировали. И самое главное, меньше переживали. Да, особенно в ночь. В ночь перед свадьбой надо спать, друзья, а не писать всем фотографам, музыкантам и ведущим. Спите, друзья, отдыхайте. Такой день хороший, позитивный. Спасибо вам, ребята, за ваш позитив, за то, что организовываете такие мероприятия в Николаеве. Я думаю, что это, скажем так, с Николаева пойдет движение по Украине. Надеюсь, по крайней мере, на это. Надеюсь.